Сегодня у нас спортивная тема, тема похудашек. Похудашечки очень-очень актуальны в современном обществе, по моим наблюдениям. Ну, около 80-90% приходят в зал именно похудеть. Сегодня мы разберем как похудение для обычных людей, так и будет бонус-выпуск. Это выпуск, посвященный похудению людей именно с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Будет он посвящен именно нарушениям работы спины позвоночника, возможно, какого-то наличия остеохондроза, либо просто закрепощенности мышц. Мы поговорим именно как нам работать так, чтобы сохранять интенсивность, но не травмировать дальнейшим спину. Итак, начнем с самого банального. Самое банальное для наших художек это будет круговая тренировка. Круговая тренировка хороша тем, что, во-первых, мы можем нагрузить полностью все мышцы, ну, по крайней мере, крупные. И можем также придерживаться высокой интенсивности в ней. И, соответственно, тем самым мы будем и тратить энергию, и тренировать наши мышцы, что позволит нам создать красивую фигуру из стройной талии. Итак, что мы будем делать? Сначала мы сделаем тягу штангу наклонной. Потом, после того, как тяга штанга наклонной загрузит наши мышцы спины, мы перейдем к отжиманиям на нашей платформе. Почему на платформе? Потому что отжиматься я рекомендую минуту. Также минуту я рекомендую делать тягу штанга наклонной. И, конечно же, минуту мы будем делать выпады с подъемами гантелей на бицепс. Значит, в чем смысл? Здесь, в первом упражнении, еще раз повторюсь, мы грузим спину. Здесь мы грузим мышцы антагонисты. То есть, мышцы, которые выполняют противоположное движение спине. То есть, спина у нас всегда притягивает что-либо к себе. Мышцы груди и плечей в данном случае у нас будут отталкивать нас от платформы. Тем самым они являются антагонистами мышц спины. То есть, производят противоположное движение. И параллельно после этого мы загрузим мышцы ног. И так как мы уже поработали с мышцами спины, мы включим наши бицепсы. Все это даст нам, во-первых, разгонит круг кровообращения. Соответственно, это будет способствовать повышению сердцеведения, лечению метаболизма и так далее. Ну и, конечно же, потратим ключу энергию, еще раз повторюсь. Итак, приступим. Приступим к первому упражнению. Первое упражнение у нас будет тяга штанги в наклоне. Я рекомендую подбирать такой вес, который вы сможете делать в минуту. Это будет достаточно где-то 10% от вашего максимального веса. То есть, если вы, допустим, набирали массу и работали со 100 килограммами, то вы берете всего лишь там 20 килограмм или 10 даже килограмм. Вот можно посмотреть у меня такая штанга с легким грифом и на ней всего по 10 килограмм. Значит, гриф тоже лучше всего взять узкий. В данном случае у меня я нашел в зале самый-самый узкий гриф, который у нас есть. Смысл в том, что чем хуже гриф, тем меньше нагружаются предплечья. Наша задача нагрузить не руки, а нагрузить именно мышцы спины. В чем суть стягечного нерагония? Нам будет нужно прогнуть нашу поясницу. И когда мы опускаемся, я всегда рекомендую слегка сводить лопатку. Хват штанги у меня чуть шире, это где-то на 10 сантиметров шире, чем мои бедра. Также можно отмерить примерно большие пальцы касаются бедра. Можно сказать, что у вас хват достаточно средний. То есть он не должен быть максимально широким и не должен быть очень узким, так, чтобы у вас там руки терлись об ваши бедра. Он должен быть средним, средний хват. Еще раз повторюсь, это у нас будет он считаться. Большие пальцы слегка касаются бедра. Значит, что мы делаем? Мы прогибаем поясницу. Ноги в данном варианте упражнения я рекомендую ставить узко. Делаем поклон. Поклоняемся. Идеально, если мы будем горизонтально к полу, находиться ее почти горизонтально, у кого-то получится. В зависимости от вашей растяжки, колени слегка полусогнуты. И движение мы начинаем с того, что я сначала, обратите внимание, увожу плечи вперед, максимально низко тускай штангу, и не трогаясь медленно, свожу лопатку. Тяну штангу себе. Если вы будете выполнять упражнение на такой момент, вы еще очень хорошо почувствуете арбалинные мышцы, которые у вас находятся внизу лопатки. Хорошо. Итак, сейчас мы будем делать отжимания. Отжимания мы будем делать от платформы. Это связано с тем, что делать отжимания от платформы легче, чем делать их от пола. У нас задача несколько облегчить себе нагрузку, потому что мы не просто качаемся или выполняем какое-либо упражнение, мы его выполняем в формате круговой тренировки. И чтобы не потратить сразу всю нашу энергию на первый круг, мы его будем делать 3-4 раза. Соответственно, лучше всего облегчить себе упражнение каким-либо способом. Вот в данном случае данный способ облегчить отжимания и поставить вот такую платформу. У отжиманий может быть несколько видов. Есть у нас отжимания классические, когда у нас ноги стоят таким образом, что мы отжимаемся либо широко поставленными, так вам будет легче, либо вы можете поставить ноги вместе, так вам будет тяжелее. Если вы еще не имеете наука отжимания, достаточного, чтобы провести на отжиманиях целую минуту, вы можете отжиматься с коленой. Вот таким вот образом. Если вы ставите коленой далеко, вам будет тяжелее отжиматься. Если вы ставите коленой близко к платформе, то, соответственно, вам отжиматься легче. Второй момент – это положение рук. Положение рук лучше всего ставить таким образом, чтобы у вас ладони находились на краю платформы. Это тоже будет несколько антонично. То есть у нас кисть упирается в край платформы. Ну и, в общем-то, это удобно. И следующий момент. У вас должны быть достаточно широко расставлены руки, практически 5-10 сантиметров от конца каждого края платформы. Это связано с тем, что это позволит нагрузить именно грудные мышцы. А если мы на руки поставим плоско, соответственно, у нас будет больше работать дрицепс. Итак, приступим. Ну и заключительное наше упражнение – это подъем. гантели на бицепс вместе с выпадами. Это упражнение позволит загрузить вам ягодичные мышцы, мышцы бедра и мышцы рук. Также позволит увеличить скорость кровообращения, что, собственно говоря, благоприятно влияет на организм. Тренирую сердце. Так, ножку нам нужно отставить назад. Лучше всего, если вы будете выполнять по 30 секунд на каждую ногу, таймер можно положить где-нибудь рядом с собой, и он будет звенит, напоминать вам, что пора менять ножку. Значит, отставляем ножку назад. Правило такое же, как и во всех выпадах. Колено не должно выходить за пределы носка. При подъеме гантели на бицепс мы разворачиваем кисти во внутрь. Вот таким вот образом. Вы не должны опираться колено на пол. Подъем происходит с рабочей ноги, а та нога, которая дальняя, она просто опирается в пол. Есть также более сложный вариант выпадов. Это если вы поставите ногу на пятку, и, соответственно, будете слегка отрывать носочек и то же самое опускаться. Здесь уже больше нагружается рабочая нога, больше отцепить на заднюю часть бедра и гетки. Играет музыка Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился топ-3 упражнений для похудения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И да пребудет с вами пресс!